Ребята, всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на нашем канале в новом видео. Сегодня у нас будет то, как мы собираемся с Эрикой в садик. Но так как у меня намного больше малышей, чем один, сегодня мы будем собираться вместе с Агатой. Я вам покажу, как непросто мамочкам собирать старшего ребенка в садик, когда у вас на руках еще совсем маленький малыш второй. Поэтому оставайтесь с нами, и мы будем очень рады вашим просмотрам. Идем будить Эрику. Эрика, как видите, она еще спит. Очень тяжело ее с утра будить. Она всегда ложится очень поздно спать, и с утра не хочет просыпаться. Эрика! Девочка моя, просыпайся! Мы в садик опаздываем. Эрика! Просыпайся, малышка! Эрика, пора в садик! Пора в садик нам вставать! Давай, просыпайся! Ну, кто там уже просыпается? Кто там уже не спит? Просыпайся, просыпайся! Просыпайся, просыпайся! Просыпайся! Доброе утро! Доброе утро! Давайте мы просыпаемся, потевушки сделаем, потевушки, 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 просыпайся. Ну, Дарика уже проснулась, что-то она не в очень настроении, да? Скажи, всегда спит с игрушками, не полно мягких игрушек. Я с этим борюсь, ругаюсь, потому что пылесборник, мне приходится очень часто стирать мягкие игрушки. Но, скажи, детки их любят и ничего с этим не сделаешь, да? Своих героев сказочных и мультяшных. А теперь еще и сыгр попридумывали разных, так что приходится покупать мягкие игрушки. Эрика, идем собираться, идем умываться, идем? Эрика, кстати, умываться и чистить зубки не любит вообще, да, моя хорошая? Но нам это делать нужно, потому что зубки будут болеть, и будем ходить к врачу зубному. А он тебе будет сверлить зубки, поэтому давай будем чистить зубки и не будем баловаться. Теперь мы помоемся и выпрям все. Дубки помоем, помоем, помоем. И будем уже собираться. Смотри, какой у нас, Эрика, тебе там розовое полотенечко. Смотри, какое красивое. Смотри, тебе нравится. Вот так, моя девочка, вот так. Очень хорошо, очень мы умылись и красивые. Сейчас будем кушать и переодеваться, и уже идти. Кстати, мне очень повезло, что у нас Агата еще спит, пока мы собираемся в садик. Так что вот, нам очень повезло. Но сейчас я приготовлю Эрике кашу. Она кушает с утра кашку, а Агата смесь кушает. Поэтому пока Агата еще спит, мы вот приготовим кушать и будем кушать, да, Эрика? Ну и вот, собственно, кашка для Эрики готова. И смесь для Агаты. Кашке я даю совсем чуть-чуть Эрике с утра, потому что у них совсем скоро сейчас будет завтрак в садике. Поэтому сразу много не даю с утра, она столько не скушает. Агата еще спит, я ее не буду пока будить. Я сейчас ее, наверное, уже одену и переложу в автокресло, в котором мы пойдем в садик. И когда я ее переодену, я ей дам смесь покушать так, чтобы она не проснулась лучше лишний раз. А потом переодевать я ее не буду, она спит в этом. И мы так и пойдем, я одену только теплый комбинезончик. А когда мы уже вернемся, когда отведем Эрику и не будем спешить, я ее перепеленаю, помою и переодену. Но сейчас, так как мы спешим, я ее прям так в комбинезончик одену, покормлю быстренько и мы пойдем. Вот так я Агату уже подготовила, переодела, одела точнее в комбинезончик. Вот, но сейчас я ее еще покормлю и уже застегну и уже переодену еще Эрику, быстренько накину сама курточку и мы уже пойдем. Так что, в принципе, Агате холодно не будет. Тем более, сейчас на кухне я открою окно, пока мы будем кушать, жарко точнее, не будет Агате. Агата нас пока подождет, полежит, она не плачет, не проснулась даже, поэтому мы сейчас, я покормлю Эрику быстренько, а потом Агату, да, Эрика, давай. Давай кушать, ням-ням-ням, и ты умничка, моя девочка. Скажи, мы сейчас быстренько покушаем. О, Эльба пришла, привет, привет, ты пришла тоже кушать? Или ты проверяешь, кто тут у нас? Проверяешь, кто тут и что тут? Потому что Эльба ждет, пока мы отведем Эрику, вернемся с Агатой домой, возьмем Эльбу и пойдем гулять. Мы сегодня поедем в автокресле, я поставлю на станину, вот, и будем гулять с автокреслом, потому что не хочу я тянуть большую коляску, мы пойдем с Би коляской, она маленькая, мы без проблем заедем в садик, у нас там есть место, где можно оставить колясочку, поэтому, пока, если Агата еще не проснется, будет спать, это очень удобно. Поэтому идем сегодня с автокреслом и с коляской Би, да, бу-га-бу, вот, умничка, так, Эрика покушала, иди ко мне на ручки, и сейчас я покрылю Агату. Так, я возьму сосочку, да ладно, хорошая, вот так, вот так, сейчас мы покушаем и побежим, да, сейчас мы еще должны переодеться успеть, моя маленькая, вот так вот, Агата тоже проголодалась за ночь. Так, ну а теперь идем переодеваться, и нам еще надо служить вещи с собой в садик, которые мы возьмем для переодевания, да, вот так, сейчас мы будем переодеваться, быстренько, 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 да, это хорошо, что у нас сегодня, Эрика, с утра не капризничает, бывает, что она и капризничает, тогда нам тяжелее, да, Эрика? Хорошая, нужно нам поспешить, а то в восемь закроют садик, и мы туда просто не попадем, потому что мы туда просто не попадем, это надо или предупреждать заранее, что мы приедем позже, или мы просто туда не попадем, потому что они закрывают все на ключи, и можно там позвонить, но если вы не предупредили, так это будет скандал, поэтому нужно всегда предупреждать, я не хочу предупреждать, у нас садик, в принципе, под боком, нужно просто раньше вставать и быстренько собираться, и все, больше ничего не нужно, если вовремя вставать, то опаздывать не будешь, вот так вот, кстати, я еще не приготовила наши эти теплые ботиночки, где-то забыла сейчас, нужно их взять, найти, да, Эрика, мама забыла совсем про ботиночки, Елочка тоже ждет в своей очереди погулять, утро, конечно, у мамочек всегда проблемное, потом уже, когда все дела сделаешь, то уже днем нормально, с утра очень нужно постараться всем успеть, так, отлично, сейчас мы еще шапочку оденем и вообще, и ботиночки, и будет вообще, посмотрите, какая Эрика красотка, у нее все под цвет, я говорила уже, что я ботиночки подобрала под куртку и под шапку, и вообще она очень-очень красивая, посмотрите, она, правда, немножечко еще сонная, да, Эрика, вот, сейчас мы соберем еще, нам надо собрать наш рюкзачок с собой переодевашки, вот, и будем уже выбегать, так, смотрите, какой у нас рюкзачок, он, кстати, голубого цвета, такого очень, очень приятного голубого, он мне очень понравился, он такой маленький, такой надутый, классный, вообще маленькое, одно отделение, вот, про какую-то мелочевку, и вот такое большое отделение уже для вещей, вот, мне он очень понравился, розового цвета, не было, да, и я не сторонник того, что у девочки должно быть прям все розовое, и мне очень понравилось, понравился этот рюкзачок, с собой мы берем тапочки, переобуть, и костюмчик, в котором мы будем в садике, это платьюшка и штанишки, вот такой вот, и обязательно пижамка, должно быть, мы возьмем вот такой вот слипик, вот такой вот розовенький для Эрики слипик, вот эти вещи сейчас мы сложим, вот, в рюкзачок, и уже можно будет идти, теперь мы собраны полностью, главное не забыть Агату с собой взять, потому что мы с Арикой побежим, а Агата останется дома, так, все мы сложили в рюкзачок, вот, и можем идти, можем отправляться в садик, так, вот я Агату полностью уже застегнула, сейчас я закрою, вот так вот, так вот, до конца, вот, Эрика уже тоже готова, Эльба тоже с нами хочет, да, Эльбуся? Вот, и мы сейчас уже отправляемся, сейчас я одену куртку, ботинки, и мы уже идем. А мы вас сегодня благодарим за то, что вы опять-таки проводите свое время на нашем канале, вот, Эльбочка вам тоже говорит спасибо огромное, спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки, оставайтесь с нами, мы вас очень-очень любим и очень ждем в следующем видео. До скорой встречи, пока-пока!